Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск-Лайв. Я Мария Вересневич, и мы начинаем. Какие первые впечатления о работе в Бабруиске? И есть ли, на ваш взгляд, у него своя специфика? Все службы города, все органы власти и администрации, и горосполкома работают как один механизм, как одна команда. В этом году Бабруиск отметил свое 637-летие и провел фестиваль «Венок дружбы». Скажите, какое ваше впечатление? Сказали, честно, Владимир Владимирович? Я говорю, да, честно. Они сказали, нам стыдно за Тольятти. Я думаю, что это такой, знаете, комплимент очень серьезный городу Бабруиску. После выполнения всех планов не согласиться с фразой, что Бабруиск-Горо для жизни будет крайне сложно. На 4 с большим-большим плюсом. И сделала так, чтобы молодые специалисты бежали на работу, да? Скорей. Ждали, когда пройдут выходные. Да, молодежь должна, как в наши годы, идти на работу с большим-большим желанием и интересом. Работа над ошибками 2020-го сделана. Если в России ходят медведи по улицам, то у нас полки пустые и нам нечего есть. Как, на ваш взгляд, за эти годы менялась страна под руководством Александра Лукашенко? Не дал стране упасть в пропасть, исчезнуть, в конце концов, с карты политической. В следующем году белорусов ожидает важная электоральная кампания. Мы в 2020 году не скатились в гражданской войне и не потеряли страну в целом. Это очень важно. Примеры, что нам говорить, примеры есть. Далеко смотреть не нужно. Владимир Валентинович, добрый день. Добрый день. Вы в должности заместителя председателя Бобруйского госполкома уже три месяца. Какие первые впечатления о работе в Бобруйске и есть ли, на ваш взгляд, у него своя специфика? У города? Да. Бобруйск. Ну, конечно. Город Бобруйск, я считаю, город это уникальный. Я начну с этого. О том, что действительно, придя уже три месяца, как время быстро бежит, действительно убедился в том, что это такой интересный, своеобразный город со своей культурой, со своими традициями разных народов, со своими подходами, со своими правилами, со своими возможностями. Для меня это новый опыт и я благодарен судьбе, что так получилось, что я сейчас живу и работаю в этом прекрасном городе. И впечатление у меня, ну, наверное, если это одним словом, то восхищение. Поэтому действительно школа для меня очень хорошая, полезная, как в плане принятия тех или иных управленческих решений, так и общения с людьми, с руководителями. Поэтому я думаю, что мой приезд сюда, мое назначение для меня, это, прежде всего, ну, наверное, большое-большое благо, еще раз повторюсь, потому что это через опыт, я, наверное, выхожу на некую новую ступень. В этом году Бобруйск отметил свое 637-летие и провел фестиваль «Венок дружбы». Как вы оцениваете проведение столь значимых событий для Бобруйска? Гости остались просто довольны, по вечерам у Бобруйской арены просто негде было яблоко упасть. Да, действительно. И тоже впечатление от «Венка дружбы» просто великолепное. И не только потому, что для меня это новый опыт. Жил-работал он практически недалеко, но так получалось, что вот за служебными делами, вопросами не получалось приехать и побывать, поучаствовать в этих праздничных мероприятиях. Но действительно, вы сказали, отметили, что наши гости и творческие коллективы, прежде всего, да, и что для нас очень важно, официальные делегации городов-побратимов, а их было порядка 11-13 делегаций, то все остались просто в восторге от Бобруйска. Я более скажу, расскажу такой момент, когда мы посещали город Тольятти, мы, конечно же, как наш город-побратим Тольятти, мы недавно посещали. И побывав там, мы говорили, конечно, что Тольятти прекрасный город, чистый, уютный и так далее. Но когда приехала делегация к нам, я подошел к руководителю и сказал, ну скажите, какое ваше впечатление? Сказали, честно, Владимир Владимирович? Я говорю, да, честно. Они сказали, нам стыдно за Тольятти. Я думаю, что это такой, знаете, комплимент очень серьезный городу Бобруйску, потому что их поразили наши чистые, просторные улицы, зелень, цветы, порядок, улыбающиеся люди с прекрасным настроением. Ну а то, что все проходило массово, и интересно, конечно, это факт. Было очень много локаций, выступления творческих коллективов. Мы наладили работу таким образом, что и в Бобруйске, и в ближайших районах выехали коллективы и трудились там. И тоже оттуда, с районов, с Глузка, с Кличева, с Кировска. Сосипович самые приятные отзывы. Для нас это важно, что венок дружбы, как фестиваль, который принимал Бобруйск, он нравится не только горожанам, бобруйчанам, но и близлежащим территориям, регионам, которые расположены здесь. Поэтому общая оценка, я считаю, на 4 с большим-большим плюсом. Потому что, почему 4,5? Потому что нет предела совершенства. И нужно стремиться к чему-то новому. Поэтому я вот эти полбала я оставляю на то, что мы следующий венок дружбы проведем еще лучше. Я не сомневаюсь, что так и будет. Но на этом культурная жизнь города не заканчивается. Ждает ли Бобруйчанам в этом году проведение фестиваля национальной драматургии? И изменит ли он свой формат? Хороший вопрос. Для нас важный. Мы совсем недавно закрывали 79-й театральный сезон в нашем великолепном театре. И со сцены театра я заявил о том, что да, осенью с 15 по 21 ноября этого года наш театр примет республиканский фестиваль национальной драматургии имени Винцента Дунина Мартинкевича. Это действительно будет большим событием культурным для нашего города. Формат останется прежним. В фестивале могут участвовать различные коллективы Республики Беларусь, ближнего зарубежья, которые поставят постановки, осуществлят белорусских, современных и классических наших авторов. Будет работать конкурсная отборочная комиссия, поэтому всех приглашаем, пользуясь случаем, для участия в этом интересном событии культурной жизни. Вопрос хорошает на глазах, с этим сложно поспорить. Работа кипит во всех уголках города. Недавно были открыты обновленные палаты для ветеранов Великой Отечественной войны. Вскоре строители возьмутся за возведение нового хирургического корпуса больницы имени Марзона. Каких еще открытий стоит ждать? Ну да, вы уже в вопросе, задавая вопрос, вот коснулись таких тем, что и палаты мы открыли, за что отдельное спасибо фонду мира республиканскому. Мы благодарны сегодня и президенту, и губернатору нашей области за то, что сегодня город Бобруйск имеет возможность развиваться, вкладываются очень большие деньги в инфраструктуру города. Это и мосты, это путепроводы, это дворовые территории, площадки, это капремонты, строительство домов, это, как вы уже сказали, корпус медицинский имени Марзона. То «Стройтрест-12» уже в первую очередь выполнил этого проекта, снес старый корпус, проведена экспертиза строительная, она уже утверждена решением Могилевского облсполкома. Работа предстоит большая, но город действительно нуждается в этом объекте. Кроме того, конечно же, нас ждет реконструкция Георгиевского моста. Мы искренне надеемся на то, что будет грибной канал построен, ФОК, который находится в инвест-программе. Мы сверх этого запланировали строительство, сейчас идет проектирование, лыжероллерной трассы в районе ледовой арены. Поэтому планы очень грандиозные, очень большие. И самое главное, что, понимаете, когда я говорил о том, что спасибо президенту, спасибо губернатору, сегодня, может быть, проблема выделения денежных средств, она уже не такая, скажем так, сложная. Сейчас сложная вопрос в другом. Сложность. Кому осваивать эти денежные средства? Какая подрядная организация сможет за это взяться и выполнить работы качественно и в срок? Поэтому мы нуждаемся, весь город наш нуждается в опытных строителях, в рабочих профессиях. И это действительно сегодня одна из самых больших проблем, если мы говорим про наведение порядка, благоустройство, строительство, вот эти все эти вопросы. Поэтому надеемся, что нам удастся с этим справиться. Мы получим и должное финансирование, и найдутся специалисты, которые это все реализуют на практике. После выполнения всех планов не согласиться с фразой, что Бобруйск город для жизни будет крайне сложно. Согласен с вами. Все это отмечали, новинки дружбы, что слоган города Бобруйск город для жизни, Бобруйск город устремленный в будущее, действительно, та фраза, которая постоянно звучала из уст наших гостей, действительно подтверждали это, что им очень комфортно и уютно в нашем прекрасном городе. Стоит добавить, что по итогам 2023 года город Бобруйск республиканскими органами управления признан победителем в номинации по благоустройству. Этого дорогого стоит. А что касается строительства арендного жилья для медработников Бобруйска, известно ли, когда будет построен дом, где и кто сможет на него претендовать? Да, действительно, медицинские работники это тот контингент, в котором город тоже крайне нуждается. И мы понимаем, что во многом качество жизни горожан определяется, в том числе возможностью иметь доступную медицинскую помощь и качественную. Поэтому принято решение о строительстве по улице Наумова, 47, объект называется строительство нового дома ГП-9, значит, 80-квартирного, 10-этажного жилого дома, который будет предназначен для медицинских наших работников. Претендовать на него могут медицинские работники независимо от званий, должностей, опыта работы. Конечно, молодые специалисты, есть у нас и постаршие люди, которые не имеют, собственно, жилья. Критерий, как говорится, отбора, это отсутствие жилой площади, хорошие показатели в работе, то есть здесь процесс взаимный. Планируется, что в этом году начнется строительство этого дома. По мере финансирования наших возможностей будет вести максимально, будем стараться в конце года, но более вероятный срок, скорее всего, который будет нормативный, это начало следующего, 2025 года. До 1 сентября остается меньше месяца. Какая работа ведется по подготовке к новому учебному году? Очень хороший вопрос, очень важный, потому что на всех уровнях власти, начиная от президента и заканчивая местными исполкомами, нашим детям, нашим школьникам, в частности, уделяется очень большое внимание с тем, чтобы они чувствовали себя комфортно и, самое главное, безопасно в течение всего периода обучения. Поэтому в Бобруйском городсполкоме созданы группы, в администрациях тоже созданы мониторинговые группы, и уже с апреля месяца эти мониторинговые группы работали, состав группы работали и сотрудники УВД, сотрудники БГРУЧС, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии. И каждый из них выявляли некоторые недостатки, что можно сделать лучше, комфортнее для наших деток в следующем учебном году, то есть 2024-2025 учебный год. Были сделаны предписания, рекомендации, и сегодня мы уже говорим о том, с уверенностью, что мы с поставленной задачей справились, и наши школы к новому учебному году готовы. Мы подпишем 15 августа, крайний срок 20 августа, все акты готовности, дети придут в подготовленные школы. Мы провели очень большую работу по закупке технологического оборудования на наши пищеблоки, приобрели компьютерную технику, установлены дополнительные системы видеонаблюдения и безопасности. Детские сады, то мы здесь 42-49 садик заканчиваем работы по капитальному ремонту этих дошкольных учреждений. Шесть садов у нас проходят по текущему ремонту, связанных и с выполнением работы, и с пожарной сигнализацией. Выделили очень большие деньги на плоскостные сооружения спортивные. Сегодня работают у нас строители, асфальтируют площадки, территорию, озеленяются, убираются ненужные древесно-кустарниковые растительные, высаживаются газоны, цветники, входные группы меняются. В общем, я скажу так, что на одни замены окон в детских садах почти 7 миллионов рублей освоено, и мы сегодня говорим о том, что к 5 августа будут закончены и установлены все окна во всех детских садах города Бобруйска. Это действительно большое достижение. Родители могут не переживать за детей. Но вы представляете, какой объем работы, и мы с этим справились, справились наши строители, поэтому мы с гордостью об этом говорим. в этом году должны заказать проекты на следующий год, а это капитальный ремонт Кровель в некоторых учреждениях. У нас все по графику, мы с этим справляемся. Мне очень приятно, что все службы города, все органы власти и администрации и горосполкома работают как один механизм, как одна команда, потому что нет серьезнее более задачи, благополучие, уют и еще раз повторюсь, безопасность наших детей. Это самая главная задача. Какое внимание в Бобрыске уделяется молодым специалистам, а сколько в Бобрыск прибудет в этом году парней и девушек на свои перворабочие места и готовы ли организации предприятия предоставить им все условия? Спасибо за вопрос. Очень важная тема, очень интересная тема, больная тема, потому что молодые специалисты, приходящие к нам на работу, это действительно мы рассматриваем как перспективный кадровый резерв для города. молодежь это действительно будущее, это не банальные слова, это действительно так, и в этом году мы ждем, что к нам придет 764 человека на первое рабочее место после окончания учебных заведений, и мы действительно подготовились. И сегодня созданные мониторинговые группы по проверке условий проживания, то есть туда, куда прибудут молодые специалисты то жилье, которое будет им выделено, будь то общежитие, арендное жилье. Мы все это смотрим, анализируем, и надо сказать, что, конечно, проще нам разговаривать с предприятиями, которые имеют свой жилищный фонд в общежитиях, Славянка, Бобруйска Громаш, ТЭЦ-2, Могилево Энергия, ряд других предприятий, которые имеют свои, еще раз повторю, жилой фонд, общежития, нам с ними проще. Там созданы практически идеальные условия. Что касается остальных прибывающих, то мы проверили, и можно с уверенностью сказать, с вердостью, что для молодых специалистов будут созданы удовлетворительные жилищные условия. Дай Бог, чтобы во всей нашей стране были такие условия у молодых специалистов, как в городе Бобруйске. Поэтому мы ждем нашу молодежь. Я хочу обратиться в пользу случаем к нашим руководителям, к которым придут молодые специалисты. Во многом от того, как будет построена работа с молодыми специалистами в первые дни, месяцы, будет зависеть закрепляемость молодых специалистов на данном предприятии или в учреждении. нужно, чтобы по-отечески были созданы хорошие условия, был комфортный, нормальный, здоровый климат в коллективе. Ждем от руководителей закрепления за нашими молодыми специалистами опытных наставников, которые расскажут не только про специфику работы на том или ином учреждении, организации, предприятии, но и расскажут о своем жизненном опыте, как вести себя в той или иной ситуации, как поступать в той или иной ситуации. Это на самом деле очень важно. Вот я и вкладываю это понятие климат. И от этого зависит очень много. Порой на предприятии с большей зарплатой сотрудники задерживают молодежь, и сотрудники задерживаются меньше, и текучесть кадров больше, чем на аналогичном предприятии с меньшей зарплатой. А почему? А потому что климат там лучше. Там руководитель чувствует эту ответственность и создает этот климат. Поэтому я надеюсь, что руководители города Бобруйска это опытные люди. Подходы их очень такие современные, и они свой опыт и знания применят в работе с нашей молодежью пребывающей. И сделала так, чтобы молодые специалисты бежали на работу, да? Скорей? Да. Ждали, когда пройдут выходные. Да, молодежь должна, как в наши годы, идти на работу с большим-большим желанием и интересом. Знаю, что в вашей жизни спорт занимает непоследнее место. Отсюда вопрос. Как оцениваете школу хоккея в Бобруйске? Ну, я скажу так, что хоккей в Бобруйске имеет очень большой статус, большой вес в республике, и школа хоккея очень великолепная. И сегодня проект благодаря федерации, лично главе федерации Богдановича Александра Викторовича, который фактически притянул этот проект «Хоккей идет к детям». Очень много дал для развития хоккея в Бобруйске. Прекрасная ледовая арена, клуб нашей молодежки, «Динамо Шинник». Ну, сегодня флагман молодежного хоккея в Беларуси, на основе действует сборная, и я оцениваю это как очень хороший шанс бобруйчанам, отдавать своих детей в руки хороших специалистов, надеяться на хороший хороший результат, ведь сегодня и Дюш возглавил человек, скажем так, очень близкий, талантливый, способный к хоккею. Тренер «Динамо Шинник» это вообще уважаемый человек, член сборной Беларуси в свое время, поэтому здесь очень хорошие специалисты работают. В этом году исполнилось 30 лет институту президентства в Беларуси. Как, на Ваш взгляд, за эти годы менялась страна под руководством Александра Лукашенко? Если так одним словом, если бы меня спросили, я бы сказал кардинально, потому что я как человек, рожденный еще в СССР и практически заканчивающий высшее учебное заведение при СССР, помню прекрасно то время, когда мы выбирали первый раз своего лидера, я помню все референдумы, все вопросы, которые были вынесены. И вспоминая это, я скажу вам, я вспоминаю это с большой дрожью, я помню не только низкие зарплаты и отсутствие на полках товара, я помню то беззаконие, я помню ту преступность, которая была на улицах. И посмотрите, что сегодня. Мы, страна, живущая в санкциях, при условии международных санкций, мы сегодня полки завалим, иностранцы приезжают, на самом деле, я общаюсь с людьми, они не верят, они не могут поверить своим глазам, что у нас такое изобилие лучше и больше, чем в Германии или Франции. Я вам честно снова про это говорю. Там информационная завеса, рассказывают такие небылицы, что у нас здесь, если в России ходят медведи по улицам, то у нас полки пустые, и нам нечего есть, нам нечего носить, одеваться. И я скажу так, что даже в условиях санкций страна живет, развивается, благодаря той политике, которую проводит президент. Нам нужно быть президентской республикой для того, чтобы вот это управление страной осуществлялось централизованно. Президент-гарант стабильности, президент-гарант успехов и каких-то дел для людей, для народа. Страна сделала не только шаги в области обеспечения безопасности, обеспечения должной зарплаты, уровня насыщенности полок, товаров и так далее. Страна сделала колоссальный рывок в науке, в промышленности. Мы сегодня можем с гордостью называть себя страной космической. Если это раньше был спутник, то сегодня наш уже человек слетал в космос. Сколько таких стран? Единицы. Мы можем себя назвать с уверенностью страной, в которой развивается ядерная энергетика. Сколько таких стран? Единицы. Мы имеем собственное машиностроение. Мы производим уже и легковые автомобили даже. То, что казалось, это просто невозможно. Мы сегодня полностью не только обеспечиваем себя продуктами питания. Мы одни из крупнейших поставщиков по различным позициям входим в тройку, пятерку, десятку по различным группам продовольственных товаров. То есть, я говорю о развитии сельского хозяйства. Мы обеспечиваем себя комбайнами сельскохозяйственной техники, тракторами, всем набором необходимых. Кроме того, мы делаем на этом, зарабатываем хорошие деньги, продавая это за рубеж, прежде всего, в Российскую Федерацию. Поэтому, я скажу так, что наша страна за эти 30 лет, казалось бы, небольшой-небольшой промежуток для истории сделала колоссальный шаг вперед. И мне бы хотелось, чтобы это движение, оно сохранялось. Это будет во многом зависеть от того, как мы, люди, будем это воспринимать, относиться к этому. Поэтому, я считаю, что мы должны об этом говорить, о том, что за 30 лет благодаря институту президентства, который не дал стране упасть в пропасть, исчезнуть, в конце концов, с карты, политической карты мира. Мы должны об этом говорить, говорить молодежи, говорить среднему возрасту, на который пришлось самое тяжелое время, чтобы они помнили и рассказывали остальным. И самое главное, благодаря нашему президенту, мы в 20-м году не скатились в гражданской войне и не потеряли страну в целом. Это очень важно. Примеры? Что нам говорить? Примеры есть. Далеко смотреть не нужно. В следующем году белорусов ожидает важная электоральная кампания. Но подготовка к выборам президента, конечно же, начинается задолго до их проведения. Готов ли Бобруйск, как всегда, на высшем уровне их провести? Несомненно. Бобруйск готов к электоральной кампании. Мы уже проводим определенную работу по подготовке помещений, наших участков для голосования к предстоящей электоральной кампании. Прежде всего, это для нормальной работы наших участковых избирательных комиссий. Вопросы безопасности, то есть наличие систем видеонаблюдения и так далее, мы сейчас, вот сейчас уже уделяем этому огромное внимание. Поэтому уверен в том, что Бобруйск проведет эти выборы на высоком организационном уровне. и пользуясь случаем, я хочу сказать, что и правоохранители, и местная власть настроена на то, чтобы никаких проявлений беспорядков не было. Все спорные вопросы, возникающие, должны решаться не на улицах и площадях. Они должны решаться в тиши кабинетов. Сегодня власть слышит каждого. и делать все возможное для того, чтобы все вопросы были сняты. Тот порядок, о котором я говорил, уровень оплаты труда, наличие социальных льгот, возможностей у наших людей, они намного выше, чем у многих европейских стран. Не нужно слушать различные там телеграм-каналы деструктивные, которые дурью в нашу молодежь, особенно, в голову им вдувают, разную чушь. И тогда это может вливаться в беспорядки на улице. Я хочу предупредить, что этого быть не должно. Мы с этим уверен в городе Бобруйске справимся. Работа над ошибками 2020-го сделана. Я думаю, да. Ошибки были у всех. В целом казалось, что страна мы живем прекрасно. И, как говорил президент, что я так, говорит, думал, что не выделяя куда-то там финансирование на какие-то там политические институты, на какие-то там мероприятия, отдавая это все людям, чтобы их благосостояние росло, но, как оказались, ошиблись. Нам надо больше заниматься средствами массовой информации, больше говорить, больше показывать, смотреть на недостатки. Недостатки, конечно же, есть. Проводя прямые линии, я прекрасно понимаю, что хочется всем и все сразу. Но такого не бывает. Кто смотрит более шире на мир, на континент, в том числе и американский, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, посмотрите, что там творится. Париж во что превращен? Берлин. Они превратились, извините меня за выражение, в европейские помойки. А у нас красота, чистота, порядок. Этого дорогого стоит, но это нужно ценить. И это зависит от каждого, от каждого, повторяю, из нас. У каждого на плечах должна быть своя голова. И взгляд на все эти проблемы шире. Тогда будет сложиться правильное впечатление. Какие задачи на ближайшие годы, 24-25-е, стоят перед Бобруйском в социальной сфере? Если касаться раздельно разных сфер, то, конечно же, если мы говорим про систему здравоохранения, конечно же, наиболее такая больная, наверное, тема, здравоохранения, потому что у нас достаточно много пенсионеров, которые люди уже, есть вопросы какие-то со здоровьем, то, конечно же, нам необходимо сохранить вот эту социальную направленность системы здравоохранения, повысить качество обслуживания населения. Есть вопросы, конечно, есть, но мы движемся к тому, чтобы их снимать. Конечно же, доступность, строятся новые учреждения медицинские. Поэтому в медицинской отрасли, я думаю, что с введением нового корпуса у нас появится больше возможностей. к тому же город Бобруйск это город, где можно получить квалифицированную помощь по различным направлениям. И задача в том, чтобы мы готовили соответствующие кадры. Через целевые наборы привлекали молодежь в эту отрасль, ну и затем, чтобы они возвращались в город Бобруйск. Что касается культуры, то город Бобруйск, конечно, он такой культурный центр, очень серьезный в нашей стране по Бобруйской крепости. Это просто грандиозный, это просто грандиозный проект, который нам в ближайшие годы, десятилетия предстоит реализовывать. Но это нужно. И мы уже сейчас выходим на финансирование, скажем так, пытаемся выйти на финансирование через союзное государство, через их бюджет, для того, чтобы вот эти вопросы решать. Кроме того, конечно же, сегодня в Бобруйске есть и театр Дунина Мартинкевича, сегодня у нас есть Дворец культуры, который, надеемся, через программу заложить финансирование на его реконструкцию и приведение в более хороший внешний вид, чтобы там было комфортно работать и нашим специалистам, которые там работают, ну и, конечно, те люди, которые будут приходить в Дворец культуры. Предполагается реконструкция нашего Росквита по улице Куйбышева. Кроме того, конечно же, выставочные залы, галереи, все это было, есть и будет, и мы надеемся, что культурная сфера, она не разочарует наших бобручан, и все дальше будет только развиваться. Что касается спорта, то я уже сказал про Гребной канал, про ФОК, про лыжеролерную трассу. Мне хотелось бы, чтобы родители приводили своих детей в секции, сегодня работают масса-масса секций в наших детских и юношеских спортивных школах, чтобы родители заставляли детей, если это надо заставлять, нужно заставлять заниматься спортом. Спорт – это здоровье, это увлеченность, это правильный подход к жизни, в конце концов, поэтому родители должны это знать. Ну, а в сфере туризма, я думаю, что Бобруйск был, остается и будет интересным городом, тем более с введением, вот если у нас еще будут введены такие интересные объекты. Поэтому, ну вот так вот коротко про социальную сферу, про ее возможности, про ее перспективы. Спасибо за прекрасный разговор. Спасибо вам за то, что предоставили возможность выступить, рассказать, поделиться мнением, впечатлениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова